Здравствуйте, сходила я сегодня на тыборы, выборы и тому подобное, ну и зашла попутно по магазинам. Вообще умение ходить в обмороке, очень нужно умение, хочу я вам сказать, потому что то ли там душно было, то ли потому что вторая часть, какая-то у нас такие загадочные выборы, оказывается, я всё понять не могла, что везде клеить, ты голосуешь за свой город, за свой район, думаю, вообще вроде за этого, за Путина, в смысле за президента. Ну и, а тут оказывается в таком заколке, пойдёшь прямо на выбор, попадёшь, пойдёшь направо, на какую-то другую выборную фигню попадёшь. Мало того, что там голосуешь за право ремонта или обустройства какого-то определённого района в городе, но почему-то вот моей улицы там не было, механка там не учитывалась, поэтому голос я отдала исключительно за цветочность всего, что там более-менее близко. Хотя вот у нас стоит здание библиотеки, которое когда-то ещё было зданием библиотеки, его разбирали, потом достраивали, застраивали, и вот по идее бы его или снесли бы, или как-то модернизировали, что-нибудь там в нём сделать, потому что на первом этаже там, насколько я помню, была комната школьника, ни разу не была вообще в этой комнате школьника, на втором этаже или на первом также, в общем, была библиотека, скажем так. Ну и, в общем, что-то ещё у нас сейчас снова всё тает, вроде как такая весна, у меня такие птички перед глазами, ножки ватные, ручки ватные, вообще вся такая трупиком. Ну и зашла я в три магазина. Я не помню, на кой фиг мне приспичило зайти в магнит, но так как он был рядом с садиком, в котором проходит стабильное голосование, а так как у меня ещё есть два контейнера замороженного бульончика с тилапией, и одна консервинка у меня уже есть под супчик, а другую, я вот решила, там как раз, я помню, что-то по 17 рублей эта килька была в томате, но, конечно, её надо открывать опять мучительно этой фигнёй. Ну, кто не знает, как я открываю консервы такого типа, гляньте только это, главное, чтобы у вас нервы были в порядке, и вообще вы, ну, уравновешенные были, а то, мало ли, весна, обострение, вдруг вы там это, на людей превратиться будете после такого, хрен знает вас, вдруг вас так как травмирует этот видос, короче, где я там что-то готовлю, по-моему, овсянку на консерве куриной, на камеру, я вот там как раз открываю такую же консерву, короче, вот килька в томате, фирма консерв, короче, видимо, страна консерв, балтийская, неразделанная, в томатном соусе, нормальный там состав такой, она в ноябре, даже 27 ноября прошлого года сделанная, по-моему, в два года может храниться. 17 рублей удовольствие, потом меня попёрло, всё-таки я решила зайти в этот самый Ермолинский магаз, думаю, ну, вроде как давно собираюсь, а тут, может, прогуляюсь, а живу. Вообще не знаю, там мне ещё передо мной вылезла откуда-то женщина, у меня такое состояние было, думаю, блин, вот мне бы побыстрее дойти, потому что если я быстро иду, то у меня есть 100%, что я нигде не свалюсь ни в какую обморок, а если мне приходится замедляться, то есть шанс словить какое-нибудь привидение. В общем, обморок на каникулах, всё-таки тётка эта передо мной свалила, конечно, она не виновата тому, что она даже и не специально вылезла вот так вот передо мной, но не очень так удобно. С одной стороны, ну, такие люди, которых с одной стороны попытаешься обойти, она вот такая необъёмная, с другой стороны. В общем, купила себе блинов, да, кстати, я так поняла, что Ермолина восстановились после своего пожара, потому что у них снова это мясо продаётся, сосиски, сортельки, прочая хренатенька, колбаски там, блины определённого вида почему-то подорожали рублей так на 30, ну, а те, которые я обычно беру, они вполне ещё по той же самой цене, не знаю, чем связано там это дорожание. И ещё у них купила зефир, покажу. Короче, у меня вышло всё на 137 с копейками. 6 блинов с печёнкой. Я так подумала, мясо у меня есть, фиг знает, какого вида они мясо это суют, с творогом, вот мне сегодня пообещали творог, возможно, даже придётся до Соснова добежать, а может быть и не сегодня. Ну, короче говоря, вот у меня опять козий творог, можно сделать тупо блинов на сыворотке, и свараганить их вместе с этим козьим творогом. Поэтому я взяла себе вот печень. Печень какой-то обезьян, был вроде то ли сказка, то ли мультик, что-то вспомнилось. И три блина. Я сначала два хотела дать, а потом, думаю, два как-то это уж совсем никак. И взяла три блина этого самого, с варёной сгущёнкой. Вот сейчас как раз суп у меня как-то в процессе делания. А если что-то надо, вот я думаю, сейчас несколько блинов захомячить на кроваволновке. Ну и купила себе 350 грамм зефиров. Просто помню, как-то что-то у них покупала, передо мной женщина брала зефир. У меня то ли сладкого дофига было, то ли ещё как-то. В общем, я этот зефир не купила, кажется, не покупала всё-таки у них зефир. И вот решила купить на развес. Там у меня что-то, сейчас гляну, у меня ещё чек остался. Точнее, я спросила с них чек, потому что там такая продавщица была. Ну, не то чтобы грубая, не то чтобы хамская, но такая вот, ну как-то это. Ну чек дай человеку, а? Мне вот тупо интересно, по чём оно всё. Вот я очкарик, я не вижу цену этого зефира. А интересно же. В общем, зефир у меня вышел на 350 грамм, 60 рублей 90 копеек. 174 рубля там за килограмм зефира получается. Вот так. 8 штук, походу, дело тут. Вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Попробую. Узнаю, что за зефир. Ну и по пути мне ещё попался углический хлеб, варёчек углич хлеба, скажем так. И мне очень нравятся у них вот эти пирожные песочные. Не знаю, свежее оно или нет, потому что я думала, что по воскресеньям этот углич хлеб не работает. Но что-то он работал. Я купила пирожное 22,50. Ну, то попомню, что оно вот столько стоит. Раньше я как-то к ним вообще, ну, нейтрально относилась, к этим песочным пирожным. Даже не то, что нейтрально. Может, даже и не любила, или как-то так вот в детстве. Ну, не понимала, что прикольного в них. А сейчас так мне так нравятся. Я подумала, вместо печенья можно купить пироженку. Вот такой видос. Если я сегодня смотрею, то, может быть, сделаю вам небольшой стрим. Правда, я планировала разобраться в виндобуке и поставить ту фигню, которую не ОБС, а другую, которую именно для винды делают. Чтобы там были и каменты в окошечке, ещё какая-то хренатень. Но у меня руки не дошли, не было времени. Поэтому так-то я как-нибудь разберусь. Может, на неделю я затестю эту хрень. Ну, может быть, вечером сподоблюсь на полчаса физиономии в камеру. Точнее, физиономии в монитор чтения ваших комментов. Всем спасибо за просмотр и прощевайте.